Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроватых машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Всем привет! В этом выпуске я хочу вас познакомить с городом, который находится всего в 40 километров от столицы. Подписывайтесь на канал и приятного просмотра! Истра Город Московской области, удаленный на северо-запад от столицы. Население города составляет всего 34 тысячи человек. Это административный центр Истринского района и один из крупных православных центров нашей страны. Первые упоминания поселения начинаются с 16 века. В 1781 году поселение получило статус уездного города и название «Воскресенск». В 1862 году в населенном пункте находилось более 120 домов и около 3000 жителей. Также здесь были открыты мужской монастырь, православный храм, два завода, почтовая станция, городская ярмарка. По данным всесоюзной переписи в 1926 году, население города составляло 3,3 тысячи человек. Через 4 года после переписи город получил название «Истра». С ноября по декабрь 1941 года был оккупирован и разрушен немецкими войсками. В 2015 году Московская дума наградила город званием «Населенный пункт воинской доблести». Жизнь в Истрии, так же как и в других населенных пунктах, имеет свои минусы. Однако эти минусы абсолютно не видно за теми плюсами, которые им обладает данный город. Первое. Хочется отметить умеренно континентальный климат. Среднегодовое количество осадков составляет около 500 мм. Температура воздуха летом колеблется в диапазоне от плюс 20 до плюс 25, а зимой до минус 10 градусов. Второе. В Истре благоприятная экологическая ситуация. Истринский район входит в топ-5 самых чистых районов Подмосковья. В самом населенном пункте отсутствуют предприятия, способные загрязнять окружающую среду. А поблизости представлены многочисленные водоемы и лесопарки. Третье. В Истре очень развита инфраструктура. В городе функционируют многочисленные дошкольные и общеобразовательные учреждения, больницы, спортивные секции и другие муниципальные организации. Также представлены многочисленные объекты коммерческой недвижимости, такие как супермаркеты, торговые и развлекательные центры и т.п. Четвертое. Помимо этого, я для себя лично отметил вот что. Возле администрации города, то есть в центре, все жизненно необходимые организации расположены в шаговой доступности, такие как Гостехнадзор, Ошана Детский Мир, мои документы, территориальное управление, почта, пенсионный фонд, центр занятости, управление соцзащиты, ЗАГС. И все это, ребята, на минуточку, на расстоянии буквально 300 метров от администрации. Четвертое. Богатое культурное наследие. Именно в Истре находится известный на всю Россию музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Он находится в километре от администрации города. В 1656 году патриархом Никоном был основан Воскресенский Новый Иерусалимский монастырь, как подмосковная резиденция патриарха и одновременно как новый центр русского православия. Субтитры создавал DimaTorzok В 1658-67 годы здесь постоянно жил опальный патриарх Никон. Для строительства главного храма Нового Иерусалимского монастыря был использован план Иерусалимского храма Грова Господня. В Ново-Иерусалимском монастыре находится подземная церковь Константина и Елены, куда ведут 33 по числу земельных лет жизни Христа ступени. В 1830 году Новый Иерусалимский монастырь посетил Лермонтов. Здесь он написал стихотворение «Воскресенский». В Воскресенске и его окрестностях в 1080-х годах жил и работал в местной больнице Чехов. Его бранд Иван Павлович с 1870 года был учителем местной приходской школы, а после увольнения в 1884 году репетитором в семье Киселева, проживающей в Пятиверстах от города в деревне Бабкино. А это площадь Дружбы, молодежный центр. На данной площади установлены две скульптуры. Это Святой Мартир. А это знак города Истра. Д 젊ец. ДAllь,pad, и избежание. Добавляйте слуги. Добавляйте слуги на кофлям. Услуж Device to To learn姿 Добавляйте слугиев к вкусу. Добавляйте слуги на кофлям. Киеверо- 을chlrupтесь на мою горы. Добавляйте Услужащие наслужатый кpielка. tour布 из Абee белого и овощей Wanna empezал в кери Lucy's36 Brände попутаться над теми Гестр. Железнодорожная станция Истра – пассажирская платформа Воскресенск Платформа построена в 1900-х годах, названа по одноименному городу Истра, до 1930-го года – Воскресенск. До 1901-го года платформа носила название «Платформа 54-я верста». Вход на платформу со стороны Железнодорожного переезда имеет выход на улицу Ленина, Воскресенскую площадь и улица Юбилейная. На Воскресенской площади находится автостанция Истра, с которой отходят автобусы по всему району. Время движения от Рижского вокзала – 1 час 14 минут. Новая визитная карточка города Истра – это Истрицкое водохранилище. Истрицкое водохранилище – это озеро искусственного происхождения. Оно было образовано в 1935 году путем залива равнинных мест водами из реки Истра. Водохранилище находится примерно в 15 километрах от города Истра и в 56 километрах от Москвы, если двигаться на северо-запад. Средняя глубина Истринского водохранилища составляет около 6 метров, наибольше 23 метра. Длина озера составляет 22 километра, а ширина – 2. Преимущества отдыха на Истинском водохранилище обусловлены его удобным расположением, наличие благоустроенных пляжей, местами для рыбной ловли. Вдоль берега расположились санатории, дома отдыха, куда можно поехать на выходные, провести отпуск или приехать на весь сезон. Продолжение следует... Продолжение следует...